Я как врач-психиатр и кандидатскую диссертацию свою описал в Центре авиационно-космической медицины для лиц опасных профессий, в Институте военной медицины. И вдруг нам сегодня глобалисты некие говорят о том, что новые нормы нужны быть, какие-то новые нормальности. И начинают нам разрушать критику. А я как психиатр по образованию могу вам сказать, что критичность и ориентировательность – это два критерия, которые определяют здравость ума человека, насколько он здоров психически. Добрый день, дорогие наши зрители канала «Перехват управления». У нас сегодня на связи Хасай Алиев, психотерапевт. Я даю слово Хасаю, чтобы он сам представил себя. Здравствуйте, Хасай! Добрый день, дорогая Виктория! Я вас канал очень люблю, поэтому считаю за честь, что вы меня пригласили. Я очень рад, что мы поговорим, особенно на такую тему, как согласовать духовные и материальные ценности. Как сделать так, чтобы человек был добрее, чтобы он созидательнее был, сотрудничал, чтобы не тянул одеяло только на себя, чтобы его трудно было расчленить на части, как сегодня происходит. Там глобалисты всякие появились, которые пытаются человека разделить на части и потом управлять им. Я поэтому начну с простого. Чем я занимался, чтобы было человеку, который первый раз, например, со мной знакомит, чтобы было сразу понятно. Это электронная промышленность, в 1881 год, в 1883 год. Я там работал с 1881 года, и в каждом выпуске журналов мои статьи. В чем дело? Дело в том, что я создал лучшую комнату психологической разгрузки в электронной промышленности, а там была большая проблема. Это зрение, это микроскоп, это операторы, и они утомлялись. Комната психоразрузки, там была такая формальная, панорамные слайды с видами природы, шум бегущей воды, значит, коктейль кислородный. А на предприятии 15 тысяч женщин. Ну, как им помочь? И тогда меня пригласили, и я приехал, и я придумал, и в течение пяти лет я создал эту комнату, где учились все психологи СССР. В то время я лечил нашего министра Шокина электронной промышленности. Я ему иглотерапию делал, и пока я ему делал иглотерапию, пока я его поднял на ноги, пока он начал писать, и гордиться тем, что его сотрудник, который приехал из его предприятия, Сабовяна, Спазистова, его поднял на ноги, я его расспрашивал о жизни, потому что он был дважды героем СССР, друг Лигачёва и так далее. Мне было всё это очень интересно. Если вам интересно, что он мне интересного сказал, я вам потом расскажу. Это во-первых. Во-вторых, я учебники по физкультуре для 10-11 классов. То есть там моя методика по саморегуляции ключ, которая помогает каждому человеку, ну, возраст подростковый, а это для того, чтобы физруки научились в институте повышения квалификации у себя с детьми так работать, чтобы они могли у себя подбирать до себя те упражнения, которые сразу снимают стресс, и, пользуясь этим, управлять своим состоянием перед экзаменами, соревнованиями, выступлениями, переговорами, ну, что у них в жизни будет, они везде смогут использовать эти приёмы и подход, которого раньше никогда в школе не было. Раньше в школе был подход повторения мать-учения, я добавил ещё один принцип, принцип подбора путём перебора, потом при нашей массовой школе нужен ещё индивидуальный подход, чтобы эти два момента соединились в единое целое, и тогда школа будет полноценной. А почему она сегодня не полноценная? Почему сегодня, как только глобалисты нам сказали то-то, 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 мы сразу вот так в подчинении? Потому что у нас не было вот этого индивидуального подхода, а был только принцип обучения на основе повторения, повторение мать-учения вырабатывать шаблоны. И когда человек попадает в неопределённость, все теряются. А сейчас, когда происходит переход на новый вид использования энергии, в частности, на цифровизацию, каждый раз, когда общество переходит на новый вид освоения энергии, там с механической энергии стилляги перешли на паровозы, там и прочее, всякий раз происходит эта точка неопределённости. И каждый раз происходят какие-то революции. Потому что кто-то попадает в неопределённость, кто-то начинает командовать, и все ему подчиняются. Потому что школа у нас такая во всём мире. Хочу вам сказать, что я автор многих книг, я в бренде пять российских авторов в Париже, я в английской книге, в болгарской книге, я там в многих книгах, сейчас выходит новая книжка в Германии, там тоже буду. Я жил пять лет у Андрея Григорьевича Николаева, третий космонавт планеты, дважды герой Советского Союза, генерал. Почему я у него жил? Потому что я в Звёздном городе по их приглашению в 81-м году делал модель невесомости для космонавтов в земных условиях, чтобы, летая в невесомость, он быстрее адаптировался и преодолевал стрессы и перегрузки. Я также друг дружил, мой друг большого, Джигар Ханян был, с которым мы очень дружили, и он мне говорил, я в гроб лягу только рядом с тобой. Имеется в виду, что мы умерем вместе, и чтоб ты жил долго, он это имел в виду, и, ну, к сожалению, нашел раньше меня. Так вот, вопрос заключается в том, что я автор первой книжки по саморегуляции в СССР, которая была издана в 90-м году, издательство «Молодой гвардии», плюс себе. Потом пять лет был соведущим программы «Помоги себе сам» по центральному телевидению, когда еще не было первого канала. У меня есть школа «Человек будущего», «Хомофутурус». Она сделана для того, чтобы люди со всего мира сотрудничали. Потому что я очень много дел имел с войнами. Я занимался и подготовкой людей к войне, и занимался восстановлением людей после войны. Я готовил с водными отрядами на обороне, МВД и так далее. И вот после этого я их тоже восстанавливал. Я дружил с Милой Ратевичем, физиологом. Я дружил и с Газенко. Я видел лично Газенко, основателя космической, авиационно-космической медицины, академика, генерала-лейтенанта во время конференции. А сейчас я дружу с его внуком Романом Газенко, который является выдающимся психолингвистом и так далее. Я для чего это рассказываю? Чтобы сразу было понятно, чем я занимаюсь. Потому что в последнее время я занимаюсь обучением в школе человек будущего хомо-футуру с человечности. А эта человечность это значит доступность человеку сопереживания, сострадания, чувство бесценности живого, сотрудничества. Это же ощущение нормы. Норма. Я как врач-психиатр и кандидатскую диссертацию свою описал в Центре авиационно-космической медицины для лица опасных профессий в институте военной медицины. Для лица опасных профессий по своему методу. И вот я вам скажу, что как раз таки вот эти самые качества, они целостны у человека. Сопереживательность, сострадательность, чувство любви, чувство бесценности живого. Почему я это повторяю? Потому что это норма. Это вечные ценности. И вдруг нам сегодня глобалисты некие говорят о том, что новые нормы нужны быть, какие-то новые нормальности. И начинают нам разрушать критику. А я как психиатр по образованию могу вам сказать, что критичность и ориентировательность это два критерия, которые определяют здравость ума человека, насколько он здоров психически. И вот представьте себе, когда нас начинают разделять по частям, они начинают и нами управлять. И когда еще раз повторюсь, когда мы попадаем в точку неопределенности в процессе своего развития, мы всегда за счет старого школьного подхода к повторениям отвечения начинаем накапливать шаблоны, которые никак не работают в условиях новой неопределенности. Поэтому нами начинают управлять. Сказали всем вот это и все пошли вот это. Сказали нам не надо и все теперь сняли. Ну вот вы знаете как это происходит. Никто не думает своей головой, только мало людей, которые думают своей головой. А наша школа «Человек больше хомофутурус» как раз таки направлена на то, чтобы сократить кризисы и войны на планете и потребность лекарствах. Потому что оказывается у человека в организме все вырабатывается самостоятельно, потому что у него мощнейший потенциал и всем врачам я это говорю. Я много врачей обучал, я был 10 лет зампредседателя управления профессиональных медработников, врачей, психологов, социальных работников. Я сам был ведущим научным сотрудником психологического института Российской Академии Образования, ведущим научным сотрудником института машиноведения Академии Наук СССР, профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития образования. Я очень много людей и врачей и психологов обучал. Я первый человек, который выводил из острова стресса людей после терактов, потому что они не слышали психологов. И я вместо подбора слов научился подбирать им действия. И учил потом этому психологов МЧС. Первые психологи МЧС у меня проходили подготовку. Военных психологов, психологов образования. У меня был Центр защиты от стресса на Никола-Ямском переулке Дом-2. 25 лет ко мне приезжали все представители всех министерств и не только у нас в Москве, но и со всего мира. Я с ними занимался. Я теперь закончил свое представление. Можете мне задавать любые вопросы. Давайте начнем с нашей темы. У нас сегодня тема это безумство богатых и вера в деньги. Сказано в древних писаниях, что отпустите свои мешки, не тащите их в небесное царство, и вы пройдете в игольное ушко. Но не послушались некоторые личности и не могут теперь пройти в это небесное царство. И творят здесь на земле зло, не говоря уже о том, что и население тоже подсадили на деньги. И вот эта вера в деньги, скажем так, творит зло на нашей земле. Как нам избавиться, как нам вылечить нашу планету и все человечество? Ну, во-первых, надо сказать, что без денег сегодня, сегодня человек без денег жить не может, потому что есть потребности духовные, например, в творчестве. Вот, например, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то пишет музыку, а кто-то книги пишет. Я, к примеру, делаю то и другое, и третье, поэтому я создал школу человек будущего, потому что творческий потенциал, выработанный миллионами лет эволюции, требует разрядки. И тот человек, который не занимается любимым делом, а наоборот, например, ему говорят, кому это нужно, да кому это надо, потому что одновременно присутствует фактор денег, они ему говорят, да кому это нужно, ты лучше подумай, как себе базу материальную сделать и так далее, и так далее. И у некоторых людей действительно возникает тупик, потому что, с одной стороны, он знает, что свой творческий потенциал надо реализовать, потому что, если он его не реализует, он водку начинает пить, он начинает деградировать, у него начинаются невротические проявления, я почему хочу сказать как врач, как психиатр, как психофизиолог, всем, чтобы все знали, что если человек не занимается любимыми делами, а чем их больше, тем лучше, тем он устойчивее, если он не занимается ими, он уязвим, он уязвим, потому что любимые дела, они синхронизируются с его внутренними потребностями генетически, с его талантами. Поэтому говорят, царство Божие внутри вас есть. Христос сказал, царство Божие внутри вас есть. Но, к сожалению, к сожалению, все религии, их основоположники, они же давно были. Давно были. И с каждым годом, с каждым столетиям, с каждым полугодом и годом суть идеи, смысл идеи всегда вылущивается. Остается форма, традиция, знак. Вот все ходят в церковь, допустим, а потом берут автомат и убивают. Ну, как это можно сравнить? Потому что смысл забывается. Форма остается. А для того, чтобы смысл сохранялся, надо, чтобы человеку напоминать, что ты человек, что у тебя есть вот эти нормы, что если ты этим не занимаешься любимыми делами, значит, ты себя не востребуешь. И тот задаток, который тебе Бог или Вселенная заложила, природа, ты не реализуешь. И он тебя разрушает, ты деградируешь, ты начинаешь водку пить, ты начинаешь конфликтовать, ты начинаешь быть агрессивным и так далее. Я вам приведу один маленький пример. Вот ко мне выходит позавчера женщина. Она говорит, у меня ребенок родился, он нездоровый, он с ДЦП, что мне делать? Ну, мне так каждый день звонят, потому что помощь прибудет. Я говорю, вот тебе, пожалуйста, индикатор напряжения. Это 10. Вот следите, пожалуйста, внимательно. Это 10. Это шторм. Это шторм. Это страх, боль, дискомфорт. А вот это ноль. Это безмятежность. Безмятежность. Это когда ты проснулся, например, утром, думаешь о чем-то, мысли плывут, как облака в небе, ничего внутри не трогают, а потом вдруг вспомнил, что у тебя встреча, и включился. Вот до включения вот это было ноль. Это может быть после физкультуры, это может быть после пения, это может быть после каких-то переговоров. Ты, наконец, сел, успокоился, и у тебя ноль. Безмятежность. Вот говорю, вот я ей сказал, и любой человек этим может воспользоваться. Вот так говорю, ты где сейчас находишься? Не вчера, не час назад, а вот здесь, в моменте. И она говорит, я здесь нахожусь. Я говорю, тогда, тогда, вот я беру из этого учебника физкультуры, и говорю, возьми сейчас, мелко-мелко потрясись, насколько возможно, потому что повторяемые движения, я написал это еще 30 лет назад, повторяемые движения снимают напряжение, и чем выше напряжение, тем выше частота повторения. Поэтому люди, когда нервничают, и ходят туда-сюда по комнате, и рукой по столу бьют, и голову чешут, и жвачку жуют, но делают повторяемые движения. И она стала трястись, потряслась полминутки, потом я говорю, добавляй теперь любые упражнения, которые в голову приходят, но по одному критерию, которые тебе хочется продолжать. Вот этого критерия в мире никогда не было. Которые тебе хочется продолжать. Она вот так потряслась, потряслась, потом говорит, а мне хочется вот так делать. Я говорю, ну делай вот так. Потом она говорит, а мне хочется теперь вот так делать. Делай вот так. Теперь она вспоминает, где она чего видела, где когда слышала, и что любила в детстве делать. Она начинает делать, кто-то начинает мнимый холохоп крутить, кто-то начинает мнимую скакалку делать, моделирует. Короче, потом, через 2 минуты, я её попросил сесть, она села. Это человек, у которого было выше 10, она села. Теперь я говорю, сделаем стадию после действия. Пустим, если она самотёк и посиди одну минуту. И она села, и вдруг у неё слезы пошли, слёзы пошли. А у другого там дрожание начнётся опять, опять потом села-посидела. Я просто сразу показываю пользу. И после этого она села-посидела и потом говорит, у меня уже 2 стало. Было 10 и выше, стало 2. А когда у тебя было такое в последний раз, я её спросил. Она говорит, такое в последний раз было несколько лет назад. У меня была свадьба у подруги. И я там выпила вина, пели песни на свадьбе. Я говорю, и ты столько времени не отдыхал? Она говорит, нет. 2 года с лишним человек не отдыхал, истощение накапливается, напряжение накапливается. Тем более сыночек у неё с ДЦП. Ну, представьте себе, мать, привязанная к ребёнку, никак не может по-другому жить. Она живёт ради ребёнка. А ребёнок болен. И она с висящей проблемой. И вот она взяла и за 5-10 минут вышла из 10 на двойку. А потом и на ноль. Впервые за несколько лет. А до этого, ей для этого нужна была свадьба, ей для этого нужна была обстановка, ей для этого нужно было выпить вина. А тут без всякого вина, за 15 минут. Насчёт того, что рождаются больные дети, это, конечно, не сегодняшняя наша тема. Но я бы хотела дополнить. Люди, когда не берут на себя ответственность, любую там, могут завести собаку, помочь бездомному животному, сделать его домашним. Это тоже ответственность. Люди должны гулять, кормить и так далее. Это самостоятельная ответственность. Тогда не бывает вот таких случаев, когда тебе природа уже навязывает эту ответственность, от которой ты не можешь избавиться. Также и больные родители. Ну, масса таких примеров. Я думаю, что вы лучше меня знаете эти примеры. Вот если человечество, люди начнут сами на себя брать ответственность, сначала небольшую какую-то, вот таких вот случаев станет меньше и меньше. Согласны вы? Абсолютно правильно вы говорите. Конечно, конечно. Конечно, вы правильно говорите. Вопрос заключается в том, что нам надо решить один вопрос. Коренной вопрос. Как быть людям сегодня с деньгами? Потому что они уже понимают, что такое духовные ценности. Очень многие люди любят своё дело. Очень многие люди достойнейшие. Вот у вас на канале, я всегда с большой человеческой теплотой, любовью смотрю, как Ивашов выступает. Ну, у меня просто до души тепло становится. Такой интеллигентный человек. Ну, у вас много на канале хороших людей, интересных. Ну, я вам просто хочу сказать. Ну, он же это говорит от души. И вот когда человек живёт с душой, когда он интеллигентный человек. Раньше в Советском Союзе говорили, интеллигентный человек. Это очень важно сохраниться сегодня, потому что сегодня люди в основном... Вот смотрите, например, у меня в школе человек будущего, Homo futurus, предназначенная для сокращения кризиса в войне на планете, для озарений по заказу, там, новые технологии, нейротехнологии, чтобы человек мог заснуть и проснуться с открытием. Потому что я дружу с ТРИЗовцами, у меня есть мастера ТРИЗ, друзья, ученики и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, там в основном-то люди приходят, больные, пожилые, которые им не расти, не учиться хочется новым методикам саморазвития, а им хочется каким-то образом избавиться от своих бессонниц, от своих страхов. 50 лет, 60 лет, 80 лет не школьники приходят, а именно пожилые, которые уже накопили себе столько шишек, столько проблем в жизни, теперь их надо и выводить оттуда. И поэтому вопрос сложный. Она пенсионерка или пенсионер, у него денег нет, ему надо за ЖКХ платить, которые каждый день увеличиваются, а мы тут ему внедряем такие мысли. Вы думаете о Боге, вы думаете о Вселенной, вы думаете о своих духовных ценностях, и человек в тупик попадает. Надо ответить на этот вопрос. Надо помочь ему сегодня, сегодня помочь, как выжить. И вот мы занимаемся тем, что мы помогаем вот этим людям бесплатно. У меня есть бесплатный ликбез, так называемый, по 2-3 часа, где в Zoom заходят люди со своими вопросами, а я им там помогаю подбирать для себя действия асинхронные на текущем состоянии в моменте, где сразу снимается и включается человеческое. Я вам, например, проведу как-то в Болгарии, там одна тетенька у меня была на курсах, она мне говорит, слушайте, такого не бывает, чтобы я кому-то пока шпильку не вставлю, я себя нормально не чувствую. Такая я раздражительная и агрессивная. А когда она сделала эдемоторные приемы мои, она потом села и говорит, я вас всех люблю. Человеком стала, потому что сняла лишний стресс. То есть если мы научим всех снимать лишний стресс, использовать энергию стресса себе на пользу, для здоровья и для развития, тогда человек начинает и находить, и как деньги зарабатывать, потому что каждый человек неповторим, это целая вселенная. Вот я картины пишу, я пример и всех этому учу. Открывайте свои способности. Я даю эти методики. Открывайте свои способности. Сегодня вы начинаете рисованием или пением, какие-то удивительные способности. Кто-то любит огурцы выращивать, кто-то любит дом строить, кто-то печки кладет. Ну, у каждого своя способность. Занимайтесь этим. А он говорит, я же не могу печкой класть, это у меня кирпичи. А у нас есть приемы моделирования. Представь себе, что ты печку кладешь. И вот он берет и начинает мнимую печку класть, потом через 5-10 минут сел и говорит, слушай, а почему так все не делают? Я говорю, чего? Да мне так легко на душе, говорит, стало. Хасай, хотел бы сказать, что это, конечно, моделирование, это замечательно и хорошо, но вот мне, когда я что-то начинаю делать руками, творчеством заниматься, мне всегда хочется видеть и побыстрее причем, результат своего действия. Результат в деньгах или результат в произведении? Да, конечно, произведение. Ну да, так вот, если вы делаете. Вот вы же канал ведете. Ну, канал – это одно из. Ну, вы любите свое дело, поэтому вы ведете его хорошо, поэтому я чувствую это, и поэтому с удовольствием к вам пришел. Если нас будет много, которые, любя свое дело, будут сплачиваться между собой, потому что у вас, извините, на канале есть люди и другие, которых я не буду называть, но они говорят такие правильные вещи, но никогда ни с кем дружить не хотят, потому что они только на себя одеяло тянут. И такие тоже есть. Я несколько раз к ним обращался, давайте мы вместе сделали встречу. Они нет. Вот в чем дело. Они говорят одно, а как сказано у Христа, по делам судить будете. По делам. Все правильно сказано. И Христом все правильно сказано, и Магометом все правильно сказано, и Буддой все правильно сказано, хотя Буддизм не религия. Это философия. И поэтому Далай-Лама дружит с учеными. И они ищут там, как сейчас, тогда нам заниматься и так далее. Кстати, мой руководитель по шефу сейчас там находится у него, Бубеев Юрий Аркадьевич. А они там, и Медведев там находится, там все эти вот величины наши научные. Тогда нам заниматься. Как человек может при смерти оставаться там биологически сохранным и так далее много лет. Ну, это очень интересная тема, в этом мы по-другому, в другом разе поговорим. Сегодня, как людям выжить, надо помочь им научиться понимать, как зарабатывать деньги на любимом деле. Как нужно объединяться, чтобы вместе подумать о том, как нам выжить. Разве деньги вообще можно ставить в угол самого главного? То есть, может быть, надо их наоборот опустить, и тогда это как энергии, а не просто у вас будут. Нет, ну это психологические приемы, там не думать о деньгах, и они появятся. Это кому как. Кому появится, кому не появится. Технологии нужны, чтобы было гарантии. Потому что бабушка, она одна, у нее на лекарств денег нет, на 100 и так далее. Вот ее 72 года. Вот я позавчера разговаривал, бабушке ногу отняли, у нее фантомные боли. И она мне из Украины, она каждый день мне звонит ночью, и я с ней работаю, чтобы снять эти фантомные боли. Без лекарств, потому что я не занимаюсь лекарствами. И вот представьте себе, она теперь говорит, я теперь на вашем канале сижу, и все время она висит на нашем канале. Это ей дает какое-то успокоение. Она там видит, что она не одна такая. Она там видит, как надо снимать боли и так далее. То есть, я считаю, что нам надо действительно объединяться. Объединяться, потому что хорошим людям труднее объединяться. Потому что люди расхватаны, по всяким вот, им морочают голову. Людям морочают голову. Морочат голову те, у кого деньги есть. У кого деньги есть, они хотят сократить человечество, чтобы они жили хорошо, а все остальные были рабами. Почему так происходит? Потому что у них психопатическая структура личности. Потому что при продвижении в карьерной лестнице, они, как правило, были царедворцами. Они знали, кому подлизнуть, а нормальный-то человек не может этого делать. Нормальный человек не может быть плохим, нормальный человек хороший, он всегда попадет в какую-нибудь коллизию. Вот как их защитить? А защитить можно. Только вместе мы сила. Только вместе мы сила. Поэтому людям нормальным не дают соединяться. А плохие сами всегда соединяются, вы знаете. Скажите, а вот этих, которые любят подлизнуть и умеют это делать, мы их можем как-то переориентировать? Можем, можем. У меня очень много министров нету, но замминистра очень много их у меня. Ко дня в гости проезжаем. Очень много замминистров, которые на кухне у себя сидят тоже, начальника своего ругают. Здесь тоже сидят начальника своего ругают. Я говорю, ты не ругай, чтобы потом не думать, что я это запомнил. Я не хочу это слушать. Имена не называй. Ты для меня никто, ты для меня пациент просто. У меня такой обычай. Ну, поэтому они ко мне приходят, и замминистры приходят, и федеральные, и местные, и республиканские, Они тогда тоже, они недовольны. Они хотят, чтобы жизнь была лучше, но им не дают. Потому что, если он будет вести себя по-другому, он лишится карьеры, семьи, он лишится дома, он лишится всего. Это очень сложный вопрос. Поэтому, когда люди профанируют других людей, просто профанируют, например, психологи, которые по неведению своему начинают всем сыпать советы, ты там о деньгане думай, у тебя будет изобилие, на этом деньги зарабатывают, это тоже неправильно. Это очень сложный вопрос. И этот вопрос, как выживать людям в трудных условиях, когда цены растут, жить-то надо, потому что духовные ценности это одно, а материальные, купить одеяло, купить печку, купить хлеб, это другое. Сегодня пока, сегодня пока, без денег невозможно. Но завтра, конечно, мы хотим жить, как при коммунизме, чтобы денег не было, чтобы каждому по потребностям, от каждого по способностям. Великая была идея. Ну, разрушили потом. Разрушили, а вот она сплотила тогда людей. И сейчас нужна идея, которая сплачивает. Да, которая сплачивает. Моей идеей является вот это. Открывайте свои творческие способности. Я это и врачам говорю. Я им говорю, послушайте, вы психотерапевты, вы психологи, создаёте институты. Самая главная ваша ошибка. Вас даже не интересует, высыпается человек или нет. Вас не интересует, что он любит. Вас не интересует, брать вот эти новые технологии, если он не может делать, огурцы сажать, сейчас в палате лежит. Так делай мнительную деятельность. У тебя тоже стресс будет сниматься. Моделирование называется. Он же не хочет этого знать. Современный врач должен знать эти простые вещи. Они давно мной описаны. Уже 30, я же 50 лет этим занимаюсь, практикой психотерапевтической. Интереса нету. Или времени нету. Самое главное, там, где внимание, там и сознание. Вот я очень рад, что вы меня пригласили, потому что мы сейчас ещё больше и больше людей у себя. У меня на канале прибавится, я надеюсь, и у вас прибавится. Так надо сотрудничать. Но я жду, когда подростки пойдут, а не только бабушки и дедушки с болями. Я им помогаю и так бесплатно. А подростков мы бы учили, и они бы нам дали новый свет. Новый свет, потому что подростки будут уметь использовать энергию стресса. А не только снимать стресс, как в йоге. Как в йоге, это все могут заниматься. Йогой, дыханием, пранаямой, там и прочее. Это такая ерунда. Это йоге тысячи-тысячи лет. Она свою состоятельность давно доказала. А новые вещи сейчас, которые ключевое дыхание, например, за одну минуту, о чём бы ты ни думал, ты в течение одной минуты сидишь, лежишь, бежишь, если в течение минуты будешь прислушиваться, вдох у тебя теплее или выдох. Через минуту хочешь, не хочешь, у тебя закономерно напряжение упадёт. Да, вот это такие вот вещи новые. Это люди, врачи должны знать. Я прямо сейчас это сделала и должна сказать, что выдох у меня теплее. Молодец. Молодец. Хасай, ну всё-таки я бы людям посоветовала, наверное, отказаться именно от фанатизма денег. То есть, не циклиться на этом, на деньгах. С этого начинается. Вы абсолютно правы. Это первый шаг не циклиться на деньгах. Вот мне, я вам правду скажу, мой брат был миллионером. Вот теперь он нищий. Я ему теперь говорю, слушай, я тебе просил 10 рублей за квартиру заплатить, что ты мне не дал? Он говорит, я тебе не давал, потому что ты деньги не умеешь оборачивать. Я говорю, ну я же не бизнесмен, зачем мне их оборачивать? Я тебе как брата просил. Если бы ты мне тогда помог, у меня были бы возможности больше работать, и теперь бы я тебе смог помочь. Ты мне тогда как бизнесмен не помог, я типа оборачивать не могу. Вот он меня учил, понимаете. учитель. Да какой он учитель? Вот сейчас он бедный, без денег сидит, теперь я ему стараюсь помогать. Вот в чём дело. Поэтому зацикливаться, как говорит Виктория, не нужно. А зацикливаться не нужно не только на деньгах, но и на духовных ценностях. Вообще должен быть баланс духовных и материальных ценностей, баланс, гармония, потому что человек состоит психофизиологическое существо единое. Перекосов быть не должно. Эти перекосы знаете откуда берутся? Я вам сейчас скажу интересную вещь. Дело в том, что вот, например, внутренний диалог. Он же течёт у нас всё время. Это модель общества у нас в мозге. Мы там мысленно с кем-то разговариваем, с мамой, с папой, с ребёнком, кому-то что-то доказываем. Мысленно. Если напряжение вырастет, за константную величину, это как артериальное давление или частота пульса. Если вырастет за константную частоту, этот диалог уже мучает человека. Мучает уже. Он должен быть в подсознании. Поэтому надо уметь снимать напряжение лишнее, снимать стресс. И когда человек умеет снимать стресс, диалог пропадает внутренне, он его не мучает. А так представьте себе, я вам сейчас скажу маленький случай, это вы можете часто видеть на улице, идёт человек, палкой стучит об землю, что-то про себя говорит, ногой притоптывает, видно, если у него напряжение сейчас будет выше, вообще в психиатрию попадёт. Так он же непроизвольно стресс снимает. Так вместо того, чтобы доводить себя до такого уровня, чтобы на улице стресс снимал, ты у себя дома закрой дверь на пять минут и стучи себе мнимой палкой, выговаривайся мнимо. Да, выговаривание, выговаривание, на этом психанализ построен. На повторяемых движениях Луиза Хея моя тарелки создавала свои произведения, потому что вот это как раз-таки защита от фанатизма, защита от зависания. У человека проблема большая, зависать в проблемах. И там надо мозг перезагружать, как компьютер. А Луиза Хея мыла тарелки и в этот момент думала. И не позволяла напряжению стать выше уровня. Но она это делала инстинктивно. Все приёмы ключа у нас это осознанное воспроизведение инстинктивных действий человека. Всё, что вы делаете инстинктивно, и ногой топаете, и плечом дёргаете, и жвачку жёте. Если вы осознаете и сделаете как упражнение, вы сможете как канал у Виктории называется перехват управления, перехватить управление инстинктами для осознанного управления. Хасай, ну и у меня ещё такой вот вопросик к вам к теме немножечко не относится, но мне интересно. Скажите, почему весной и осенью обостряются у психов проблемы? Адаптация нарушается, потому что всякая перемена требует включения ресурсных систем, у некоторых происходит запаздывание включения, поэтому происходит сезённое весеннее, вот эти осенне-весеннее обострение у язвенников, у астматиков, у гипертоников, потому что изменения происходят, и человек не успевает адаптироваться, поэтому если он пять минут день за закрытыми дверями будет моделировать любимые дела, он не будет на это реагировать. Я знаете, почему это говорю? Потому что я инвалид крутейший, я семь лет не выхожу из своей мастерской на улицу гулять, потому что у меня операция была семь с половиной года, и у меня там стоит титан, я упал на гололёде, я его не видел, я ведь думал, асфальт, и шёл больше, я такой большой мальчик был, шёл, опрокинулся, головой ударился, у меня хвостовой удал, и у меня задел спиной мозг. Так я при своём тяжеленном состоянии счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, когда человек занимается любимым делом, он выздоравливает, я несмотря на свои проблемы, учу других врачей, учу других людей, я готовлю чемпионаты мира, у меня много чемпионов мира, я ездил в Пикетте в своё время, в Китай, в Чинггао, национальную сборную нашу по парусному спорту готовил, тогда, и такой же я сегодня сохранился, то есть я ничего не потерял от того, что я перестал ходить на улицу, то есть у меня даже больше времени появилось, сосредоточиться на работе, я 25 книг написал, из них две последние вместе с участниками нашей школы, с их именами и фамилиями, с них совершенствованием наших приёмов, это потрясающе, то есть у нас целая школа, поэтому, поэтому я хочу сказать, почему я себя в пример привёл, потому что только человек переживший что-то может учить других людей, я просто тебе как пример сказал, что я тяжеленный инвалид, и я счастливый человек, я хочу чтобы все были здоровы, любили друг друга, независимо от того, в больнице вы лежите, дом строите, на дерево залезли, или альпинист, независимо от того, чтобы люди были здоровы и любили друг друга, сейчас самое главное сегодня это объединяться, нормальным людям объединяться, я вам очень благодарен, Виктория, что вы меня пригласили. Хасай, а скажите, пожалуйста, вот справа у вас картина есть, как она называется, справа средняя? это знаете, какая интересная картина? Я вам сейчас скажу, это картина танцовщица, но когда я ее случайно, потому что один из участников нашей школы говорит, слушай, а положи ее вот так, и она такая стала прекрасной, то есть ее как ни поставишь, то так, то так, она красивая. Это танцовщица, я ее писал пять лет, я все искал вот это движение, но нашел его движение. Есть некоторые картины, которые я делаю за один вечер, есть некоторые картины, я делаю пять или десять лет. У меня есть дедушкин дом, который я делал пятнадцать лет, но я как-нибудь все раз, если вам будет интересно, я вам покажу. Замечательно, спасибо, Хасай, на сегодня, я думаю, достаточно. Друзья, с нами был психотерапевт Хасай Алиев, до свидания. Спасибо, дорогая Виктория, всем привет и вашим участникам вашего канала, какие есть выдающиеся люди у вас. Дай Бог всем здоровья, всего доброго, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.